Целая трудовая неделя позади, а это значит, что нас ждет еще один праздник – Старый Новый Год. И если вы не успели зажечь листочек со своими желаниями в новогоднюю ночь, то это ваш второй шанс. Старый Новый Год пришел в нашу культуру после смены календарей. Царская Россия жила по-юлианскому, а Европа по-грегорианскому. Разница между ними составляла 13 дней. Это было неудобно, особенно в международных делах. Вот уже прошло больше сотни лет, как Россия перешла на григорианский календарь. Так и появился необычный праздник. Вы собираетесь отмечать Старый Новый Год? Обязательно. А как обычно отмечать? А вот видите, уже купила пироженки, поэтому попьем чайку сейчас с дедушкой. Только иду и думаю, что приготовим вечером с ребенком, что мы будем есть. А как будете праздновать? Праздновать? Ну, дома накроем стол, елочка у нас еще стоит. А будете отмечать Старый Новый Год? Нет. Почему? Некогда. Будем в кругу семьи. Отлично. За стол, как на Новый Год? Ну, наверное, не в таком масштабе. За столом с женой. Как Новый Год? Ну, почти что так. Концерт будем смотреть. А вы будете отмечать Старый Новый Год? Нет. Почему? Ну, не знаю. Возраст, наверное, уже не тот. А наша съемочная группа решила возродить традиции и отметить Старый Новый Год как наши предки. Утром 13 января надо было готовить кашу, сваренную с целых зерен пшеницы. У нас, к сожалению, такой нет, поэтому удовольствуемся тем, что удалось найти. Кашу можно было заправить мясом, салом или же сделать ее сладкой и добавить сахар, варенье или мед. Помимо этого, хозяйки пекли блины, готовили пироги и вареники с творогом, чтобы отблагодарить гостей. Вечером люди навещали своих соседей, чтобы встретить Новый Год в мире и согласии. На первом этаже у нас находится кабинет операторов. А кто, как не они, нам ближе всего. Вот они работают. Здравствуйте. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом старым. Спасибо. Будете ли вы его праздновать? Нет. Почему? А одного Нового Года нам уже хватает. Второй мы не осилим. Какие скромники. А вы? Да, наверное, с Андреем соглашусь. Много праздников уже прошло. Васильев вечер или канун Старого Нового Года считали самым удачным временем для предсказания будущего. Говорили, что все нагаданное в это время непременно сбудется. Гадание на именах прохожих одно из самых простых на Старый Новый Год. Нужно просто выйти на улицу и спросить имя первого встречного мужчины. Это наш оператор Паша. Паш, привет. Стой. Привет. Ты сегодня первый, кого я встретила, поэтому по старым поверьям так будут звать моего будущего мужа. О, круто. Что можешь сказать? Не знаю, я растерян. Ладно, спасибо большое. К вечеру готовились заранее. Шили или покупали красивую одежду. На стол хозяйки ставили все самое лучшее, что было в доме. Традиционно к этому вечеру готовили поросенка. Он был символом плодородия земли и плодовитости скота в наступающем году. Наши предки, как и современные россияне, верили. Как Новый Год встретишь, так его и проведешь. Считалось, что обилие еды в первый день года принесет достаток. А утром 14 декабря молодежь шла на перекресток сжигать деда или дедуха, снопы-соломы. Молодые люди прыгали через костер, что символизировало очищение от нечисти. Какой бы вариант празднования вы не выбрали, главное, чтобы это нравилось вам. А с наступающим всех поздравляют Кристина Бородюк и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.